Ну что ж, дорогие друзья, встречаем на сцене команду, представляющую шестую школу, команда КВН, около двенадцати. Двенадцатая школа, команда КВН, около двенадцати. Ну, как-то так сами уже разберетесь там. Добрый день, дорогие друзья. На сцене команда КВН, около двенадцати. Знаете, мы хотим... Бегите, бегите, девочки. У вас еще продленка. Юр, кто это? Ох уж эти фанатки. Так, становись рядом и давай без приключений. Привет, красотка. Это что, грипп? И я, я, я заболею? Юр, что это? Вся жизнь перед глазами пролетела. Команда, я вам завещаю свое чувство юмора. Берегите его. Юр, может без этого, а то мы уже как-то в минусе. Любовь проходит, дружба распадается, и только КВН остается живым. Юр, может сначала выиграем. На сцене команда КВН около двенадцати, и мы... Зажигаем. Сейчас реклама все больше и больше заполняет телевидение. Ну и, конечно же, чтобы ее снять, нужны актеры. Итак, представьте, семья, которая постоянно снимается в рекламе. Папа, помоги мне с алгеброй. По статистике каждый третий школьник испытывает проблемы с алгеброй. Но есть выход. Помоги им. Теперь со вкусом алгебры. Пап, ну у меня пример сложный, и я не могу его... Когда хочешь, но не можешь. Алихабс. Пап, я сейчас позову маму. Мама! По статистике каждый третий ребенок страдает от подростковой депрессии. Горячая линия доктора Бабуревой. Нам еще никто не звонил. Папа, мама, достаточно... Когда достаточно, приходи в детский дом на Тверской. В детский дом на Тверской. От нас еще никто не уходит. Я вас люблю, но не ценю, когда... Когда любишь, но не ценишь, приходи на тайский массаж. Тайский массаж. Наши флэра теперь в окне твоего дома. В преддверии Нового года во всех учебных учреждениях проходили праздники. Наша команда решила вернуться в прошлое и показать, как, например, праздник проходил в детском саде. Детки, давайте зажжем нашу елочку, а для этого нам надо позвать Дедушку Мороза. Нет, а кого мы позовем? Крым-энерго! 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 Встали, деточки, в кружок, встали и замолкли. Крым-энерго свет включил для высокой елки. Наверху горит звезда, на гирлянды не хватило ватов. Значит, генератор был однокиловаттный. Как известно, в прошлом году наплыв российских туристов был очень большой. Давайте представим, почему. Итак, интервью, вторая часть. Здравствуйте! Здравствуйте! Опять вы! Почему вы так долго находитесь в Крыму? Вот знаете, хотел я было на машине переехать через ваш Керсинский мост, но он так быстро строится, что чуть по резервному не доехал. Ну, чему-то они строители. Ну, ладно, там мост, но а как вам ситуация со светом? Ну, как вы с ней справляетесь? Да знаете, по полдня сидеть без света, ну, очень романтично. Даже девушку себе нашел или женщину я еще не видел. А чем вам запомнилась наша Ялта? Вот недавно был я в вашем Массандре и понял, что лучше бы туда не ездил. Ну, не достойный я этого прекраснейшего места. Прям честь и гордость города Ялты. Спасибо! Отсняла, пошли! Паспорт верните! А недавно мэр нашего города распорядился пересчитать все лестницы, а также выявить проблемные. Итак, представьте, что было бы, если бы фильм «Достучаться до небес» снимали в Ялте? Может, какие-то реформы проведем? Говорят, в Ялте машины стали сжечь. А может, пересчитаем лестницы? Ну и в конце мы бы хотели попросить правительства нашего города предоставить нам место, где могла бы репетировать и играть вся наша юниор-лига. Вот все предложения, которые ребята озвучили, я обещаю, что все проработаем. Те, по которым может быть достигнут положительный эффект, будут нами внедрены и Министерство образования поддержит. Будут тоже участвовать органы власти в реализации этих программ. Сергей Валерьевич, это вы? Это у кого-то еще ветер в головах бродит. Сергей Валерьевич, мы же вас узнали. Ну, расскажите, как вы провели 23 февраля? Вы, говорят, в фонтане купались. Сплошное вранье. Ну, как вранье? Вань, вынеси, пожалуйста, фотографии, покажи. Мы по деньгам вопрос решим. Сергей Валерьевич, знаете, а нас на прошлой игре некий член жюри засудил. Вот что вы ему передадите? Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов. Ну, как так? Значит, у них связи, то есть определенные, я так понимаю. Ну, и напоследок хотелось бы попросить. У нас в школе нет туалетной бумаги. Сергей Валерьевич, что делать? Туалетной бумагой прослежу тоже. Спасибо. Ну, раз так, может, вы как-то нас зарекомендуете перед жюри? Ну, пожалуйста, ну, давай, дети, коллеги. Команда слаженная, понимает четко цели, умеет концентрировать ресурсы на достижении этой цели. Так что я считаю, что все пойдет по намеченному пути. С вами команда КВН «Около 12». Спасибо! Браво! Вот такая вот она команда КВН «Около 12». Представляем 12-ю школу, друзья, давайте поаплодируем!